Версия заправки картриджа Canon 103-303-703, он же Hewlett-Packard 12A, он же Hewlett-Packard 1010 и всех аналогичных. Разбираем, откручиваем эту боковую крышку. Снимаем пружинку, которая стягивает половинки картриджа. Извлекаем фото барабан. Самое главное не браться руками за фоточувствительную часть фото барабана. Извлекаем вал первичного заряда. Опять же, за его поверхность резиновую руками не беремся. Выталкиваем изнутри штифты, которые скрепляют половинки картриджа. Извлекаем. Разделяем картридж на две половинки. Половина, куда засыпается тонер, половина с бункером отработки. Откручиваем чистящие лезвия или ракель. Извлекаем ракель. Значит, это у нас отработанный тонер. Бункер с отработанным тонером. То есть тонер, который при печати не используется, его мы убираем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливаем все в обратном порядке. Прикручиваем ракель. Чистим щёточкой чёрный контакт. Он токопроводящий. То есть его мы вычищаем щёточкой. Вал первичного заряда. Он же вал заряда. Очищаем сначала от остатков тонера. И вытираем. Промывочной жидкостью вытираем. Напоминаю, поверхность вала первичного заряда пальцами не трогаем. Берём из-за края, за его ось. Так его подсушиваем. Устанавливаем его на место. Фотобарабан. Очищаем от остатков тонера. Если фотобарабан сильно загрязнён, можно его вытереть спиртом. У нас более-менее чистый, поэтому оставляем так, как есть. Одеваем на ось. Видите, картридж уже много раз заправлялся. И ось выскочила из своего места. Поэтому мы её устанавливаем на место. И обращаем на это, при каждой заправке, обращаем на это внимание. Она должна быть вдавлена внутрь. Если мы её оставим немножко выступившую, пользователь, когда привезёт картридж к своему принтеру, может оказаться, что он не влазит в аппарат. И будет истерика. Ещё смазываем чистящее лезвие, ракель, специальной пудрой. Для того, чтобы фотобарабан скользил по поверхности ракеля. Устанавливаем на место эту половинку, не прикручивая винты. И обязательно прокручиваем несколько раз, для того, чтобы убедиться, что фотобарабан вращается свободно, без усилий. Без скрипов, без скрежетов. Эту половинку откладываем. Смотрим на эту половинку, куда засыпается тонер. Откручиваем боковую часть. Снимаем магнитный вал. Магнитный вал. Также очищаем от остатков старого тонера. Для скорости вытираем его насухо. Одеваем назад втулки магнитного вала. С одной и с другой стороны. Тут она разрушена. Опять же, за поверхность магнитного вала тоже не беремся руками. Чистим дозирующее лезвие. О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Устанавливаем дозирующий магнитный вал на место. АПЛОДИСМЕНТЫ Открываем пробку для засыпания тонера. Засыпаем тонер. Засыпаем тонер до самого верха. Придерживая при этом левой рукой магнитный вал, чтобы через вот эту вот щель не высыпался тонер, который мы засыпаем. Закрываем пробку. Убираем лишний тонер. Надеваем на место. Значит, тут магнит, он имеет форму, такую скошенную, сердечник магнитный. Поэтому мы выставляем его соответствующим образом, чтобы полностью отделась эта крышечка. Видите, полностью вошла ось магнитного вала на свое место. Закручиваем. И обязательно контролируем шубу, тонерную шубу на поверхности магнитного вала, вращая его несколько раз от себя. Если вы держите половинку картриджа, так как я, вращаем от себя. Значит, шуба у нас удовлетворительная, учитывая, что картридж уже много-много-много раз заправлялся. Соединяем две половинки. Эту половинку временно убираем. Вставляем ось. Вставляем штифт, вернее, который скрепляет половинки картриджа. Одеваем назад эту половинку. Закручиваем на место шурупа. Вставляем с обратной стороны еще один штифт. Отдели контакт скрепляющей две половинки. Проверили шторку. Шторка работает, свободно ходит. Картридж визуально чистый. Все, заправка закончена. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok